В эфире телеканала Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Александр Катунцев. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Оппозиционные общественники и политики потребовали у прокурора области привлечь к уголовной ответственности Геннадия Труханова и его подчиненных. В нашем городе может исчезнуть еще один памятник архитектуры. Одесса впервые отпраздновала Международный день мира акцией на Потемкинской лестнице. Трагические и скандальные события последние недели снова поставили вопрос об ответственности городской власти и пребывании Геннадия Труханова на посту мэра Одессы. Инициативная группа оппозиционных политиков и общественников потребовала у прокурора области и начальника областной полиции довести до конца замороженные расследования и начать новые. Руководство прокуратуры и полиции пожелало провести встречу в закрытом режиме, хотя никакие государственные секреты или материалы следствия обсуждать не предполагалось. Такова привычка наших блюстителей закона – держаться подальше от народа. Беседовали почти два часа. Все касается различных коммунальных, майновых вопросов, земель, которые передаются за бесстень компаниям, которые являются бизнес-партнерами, поплечниками по криминальным структурам 90-х мэра Геннадия Труханова. Мы передали целые два листа с номерами ЕРДР, то есть по-старому это уголовных дел, которые, как с нашей точки зрения, требуют особого внимания правоохранителей, которые касаются непосредственно власти, которая у нас сегодня в городе, которые касаются ее действий как нарушений Конституции, так и права. Эти дела давно зарегистрированы, кроме этого заводятся новые дела, в том числе и по вчерашним событиям, которые касаются действий этого криминально-олигархического клана, который, с моей точки зрения, захватил наш город. Оппозиция настаивает на полном и своевременном расследовании обстоятельств гибели троих детей в лагере «Виктория». Причастность к трагедии крупных городских чиновников и первые действия полиции дают повод для сомнений. По стражу взяли самого слабого – молодую сотрудницу, на которую и могут повесить всех собак. Мы считаем, что делают из девушки, которая там 23 года, делают громоотвод. Пришли к тому, что мы напишем определенную апелляцию, напишем, поможем им и так далее. Для того, чтобы все-таки человек, которому 23 года, девушка, мы понимаем, что она там в роли громоотвода, в принципе. С точки зрения законодательства, точнее, она там лицо ответственное и право. Но есть человеческие какие-то моменты, человеческий фактор. И, конечно, мы понимаем, что этот человек не должен, по крайней мере, сейчас находиться в тюрьме. Правоохранительные органы где-то понимают, что не эта девочка там, конечно же, виновата в тех коррупционных нарушениях и в том воровстве, которое привело в итоге к этой трагедии. Требуют расследования также события на Думской площади 20 сентября, в день проведения сессии городского совета. В очередной раз армия Геннадия Труханова, муниципальная безопасность совместно с полицией и национальной гвардией не допустила общественников на заседание. Против активистов применили силу. Вчерашняя ситуация в Одессе, она является очень важной резонансой и таковой, которая могла привести вчера к началу уличных столкновений. Если вы видели, как себя вчера вела полиция, и сегодня об этом говорили и начальнику национальной полиции и прокуратуры, то до того момента, когда люди начали бы выламывать брусчатку и кидать в полицейских, оставался совсем небольшой маленький шанс. И все это было спровоцировано Одесской городской властью. Вчера у работников полиции не было жетонов, не было номеров на шлемах. То есть вчера полиция, которая была связана с разных городов Украины, ее в принципе невозможно было идентифицировать, даже потом. То есть если бы кого-то убили, не дай бог, и вот есть пострадавшие, там Анатолий есть, серьезно пострадал человек, зафиксированы побои. Мы сегодня не можем понять даже кто, вы понимаете? То есть вот вас, любого из вас, журналистов, нас там, общественников, неважно, любого гражданина, в такой ситуации могут бить, и вы потом не сможете никогда доказать, кто это был. Очевидно, прокурор области и начальник полиции поняли, чем может обернуться их молчание. И все же решили встретиться с журналистами. Как всегда, ссылаясь на тайну следствия, они дали самую краткую и весьма неконкретную информацию. По ней нельзя судить, насколько эффективна идет работа. И если она вообще, прежде всего, в самом громком деле, о расследовании пожара. Кроме того, что винны в этой трагедии люди, которые безусловно отвечали, они на данный момент затриманы, я не хочу порушивать презумпцию невиноватности, но им уже инкриминуется определенные криминальные злочины. А следствием прокуратуры области сейчас вивчается причетность до таких тяжких трагичных наследов и службовых человек. Проводится совместно с прокуратурой ряд обысков, где будет изымлаться документация хозяйственная, строительная, проектная, расчетная, которая нам даст четкую картину от начала проектировки до непосредственного момента запуска лагеря в действии. Результат встречи можно было предугадать. А ответом на требование привлечь виновных к ответственности стали дежурные обещания. Нам было обещано, что возьмут эти все дела на особый контроль, хотя я не испытываю иллюзии абсолютно и не доверяю нашей правоохранительной системе, потому что многим там делам уже, я думаю, что где-то год и больше. И никто этими делами, хотя они на контроле, о них знают и так далее. И правоохранительные органы никакому логическому, хотя бы промежуточному решению эти дела не пришли. Прокуратура привыкла давать обещания расследовать, привлечь и довести до суда. Но не секрет, что решения по серьезным делам принимаются в Киеве, и Геннадий Труханов снова будет искать защиты там. Вопрос в том, до каких пор центральная власть будет терпеть одесского мэра. Промежуточные итоги расследования должны быть обнародованы через неделю. В Одессе подвели итоги первого полугодия работы Центра публичных расследований. Напомним, еще в начале марта о его образовании заявили в Комитете избирателей Украины, который совместно с антикоррупционным офисом и Институтом политической информации создал коалицию независимых расследователей, в которую вошли как журналисты, так и общественные активисты. Коррупция на миллионы, как и следовало ожидает в Центре публичных расследований, говорили о действиях нынешней городской власти. За те полгода, что действует Центр, а в его деятельности принимают участие уже несколько десятков одесских журналистов и активистов, были опубликованы весьма интересные и любопытные факты из жизнедеятельности наших городских властей. Только по таким очень аккуратным подсчетам более полутора миллиарда гривен это та сумма, которая входит в схемы, которая проходит по схемам коррупционным, связанным с работой Одесского городского совета, коммунальных предприятий Одесского городского совета и теми закупками, которые проводятся в городе. Это не только и не столько взятки непосредственно тому или иному лицу во власти. Это те деньги, которые были украдены у громады Одессы. Аренда пляжей за гривну, катастрофическая ситуация с распродажей коммунальной собственности, афера с новой мэрией, на что ушло почти 400 миллионов бюджетных гривен. К слову, часть счетов, на которых была оформлена сделка по покупке и продаже полуразрушенного краяна, а также ремонтные и работы по благоустройству, сейчас заморожены. И это далеко не полный перечень достижений в кавычках нынешней городской власти. При этом кража достояния громады происходит не только путем голосования депутатского большинства, но и личными распоряжениями нашего очень дорогого в материальном смысле для всего одесского бюджета мэра Геннадия Труханова, у которого, например, есть великолепная возможность рощерком пера разбазаривать коммунальную собственность направо, а еще чаще налево. В квитне 2016 года распоряжением Одесского міського головы Труханова была передана частина подземного перехода площадью 295 квадратных метров на улице Дерибасевской, приватному предприемцу, без конкурсов. Как мы обратились в Одесскую міськую раду, чему не проводили конкурс, чему не было больше желающих, нам поведомили, что на конкурс просто никто не подавался. По этому делу и в нескольких подобных случаях уже открыты уголовные производства. Да только вопрос, дойдет ли дело до суда, если все дела имеют обыкновение разваливаться еще на стадии следственных действий, а еще чаще и вовсе не расследуются. К слову, ни один из фактов многочисленных. Преследование журналистов или активистов со стороны мэрских сотрудников, в частности муниципальной охраны, так и не было расследовано нашими реформированными правоохранителями. То же, что произошло 20 сентября на Думской площади непосредственно у мэрии, вовсе говорит о полном единении правоохранителей, муниципальной тетушни и, собственно, городского руководства. Еще более вопиющее в этой ситуации то, что полиция, которая существует на деньги налогоплательщиков, нарушала права налогоплательщиков, охраняя от них же, от граждан, тетушек. К сожалению, мы вынуждены подчеркнуть, что подобное вопиющее нарушение прав журналистов и подобная скоординированность действий полиции с руководством Одесской мэрии и с тетушками происходит не в первый раз, что наталкивает нас на вывод о определенной координации и целенаправленности. Что касается событий в детском санатории Виктория, всколыхнувших весь город, то в Центре публичных расследований пообещали собрать и обнародовать все факты нарушений и проявления коррупции со стороны городских чиновников, которые своими действиями и своим неуемным воровством привели к чудовищной трагедии. Вот здесь уже у меня находится достаточно детальная хронология тех событий, которые складывались вокруг лагеря, начиная с 2014 года. В течение трех лет системно были системные нарушения в работе с лагерем, в процедурах закупок, в процедурах докторов и в том, как именно они осуществлялись и как осуществлялся контроль за их исполнением. Здесь речь идет о десятках миллионах гривен. И еще о прерванной сессии. Что касается объявленного Геннадием Трухановым бессрочного перерыва, кажется, и здесь его возможности оказались им сильно преувеличены. Нет такого понятия, как бессрочное прекращение сессии. Должен быть по регламенту обязательно указан срок, на который откладывается заседание сессии. Вчера этого сделано не было, соответственно, сессия была прервана с достаточно грубым нарушением регламента. Эта ситуация сложилась в первую очередь из-за того, что большинство депутатов Одесского городского совета абсолютно не имеют собственного мнения и действует исключительно по тому, каким укажет мэр. Для них это пустая формальность, пустышка. Как Геннадий Ленин скажет, так они и маршируют. А пока депутаты будут маршировать и идти в указанном Трухановом направлении, Одесса будет разрушаться, разграбляться, уничтожаться и обкрадываться. Пока гибнут дети, чиновники Геннадия Труханова шикуют. Городское управление капитального строительства, получившее деньги на реконструкцию лагеря «Виктория» и установку пожарной сигнализации покупают дорогие автомобили. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на официальном сайте государственных закупок «Прозора». Странное временное совпадение двух, на первый взгляд, несвязанных событий вызывает обоснованное подозрение. Городское управление капитального строительства получило 11 миллионов гривен на дополнительные работы по реконструкции детского лагеря. Проект предусматривал и установку самой современной противопожарной сигнализации. Была ли она установлена или деньги украли, выяснит следствие. Второй и уже неоспоримый факт – покупка строительным управлением трех новых автомобилей «Кия Оптима» с бизнес-комплектацией общей стоимостью 2 миллиона 300 тысяч гривен. Информация об этом представлена на сайте «Закупок Прозора». Руководит капитальным строительством в Горсовете гражданин Панов Борис Николаевич, пока не судимый, как и другие его подчиненные, кто отвечал за реконструкцию лагеря. Возможно, судимости появятся в их биографиях после окончания расследования и приговора суда. Расположенный на улице лейтенанта Шмидта памятник архитектуры. Доходный дом, построенный еще в конце 19 века архитектором Львом Влодеком, может просто исчезнуть. Причин сразу несколько. Во-первых, городские власти не проводят никаких работ по его реконструкции. А во-вторых, по соседству со старым домом началось строительство многоэтажки, которое, по мнению жителей старинного здания, может его разрушить. Уничтожение исторического ареала города в эпоху правления нынешнего городского головы Геннадия Труханова продолжается. Практически по всему центру города одна за одной вырастают многоэтажки. А дома, памятники архитектуры разваливаются и рассыпаются. И процесс строительства по соседству новых домов лишь ускоряет их скоротечную гибель. Дом по улице лейтенанта Шмидта является памятником архитектурного наследия и был построен в 1890 году архитектором Влодеком. Фасад здания изобилуют лепниной и элементами декора периода конца 19 века. Но невооруженным взглядом видно, что зданию необходим срочный ремонт. Трещины на карнизе и балконных основаниях. Элементы штукатурки падают на тротуар. А городские власти, как всегда, молча смотрят на гибель очередной исторической ценности города. Молча смотрят и ничего не предпринимают для спасения жилого дома. Помимо этого, по соседству с домом идут строительные работы и возводится новая многоэтажка. Очень страшно. Коммунальные службы вообще у нас здесь не убирают. Раз в году у нас проходит уборка придомовой территории. Это тоже просто катастрофа. Мы обращались и в мэрию, и в ГАСКИ, и в Державную, в Киев, короче, тоже. Везде одни отписки, все. При создании проекта той девятиэтажки почему-то не учли наши квартиры, что мы выходим окнами и спальни, и кухни, короче, там, где люди обитают. Все выходит на эту стройку. Как это можно было не учесть? Кто дал разрешение? Мы добивались. Есть ли у них разрешение? Ну вот отписки, отписки, отписки. Какая-то статья, какая-то ничего толком. С нами никто не идет на контакт. Войдя во внутренний двор, даже не специалисту станет понятно, что состояние дома с каждым днем становится все ужаснее. Стены дали трещины в нескольких местах. Огромные куски штукатурки обваливаются постоянно. Ходить становится небезопасно, но люди вынуждены. Ведь переезжать семьям с маленькими детьми некуда. И рисковать приходится ежедневно. До каких пор это будет продолжаться, неизвестно. Благодаря стройке Водова начало вот все сыпаться, это видно. И я буквально вот с ребенком поднималась по лестнице, и вот эти вот камни посыпались на голову. Вот скажите мне, куда мы только не обращались, и что мы только не делали, кому не писали. Вот что должно с нами случиться для того, чтобы наконец-то на нас обратили внимание. Мы что-то, нас четыре семьи, нас никто не хочет слушать. Все отправляются, пишут отписки, отправляют то к тому, кто к другому, то к третьему. Даже элементарно, посмотрите, здесь нарушены пожарные, санитарные нормы, строительные наконец-то. Здесь пять метров, вот наши окна. К слову, об окнах, которые в скором времени будут выходить на стену новой высотки. Как могли городские власти утвердить данный проект, вообще непонятно. А как быть с пожарной безопасностью? Или полностью замуровать жилое здание и лишить возможности подъезда к нему – это норма для нынешней мэрии. Представители ГАСКО и Управление по вопросам охраны культурного наследия вообще удивились своими выводами не только жильцов, но и нашу съемочную группу. Скажите, что город думает по этому поводу? Проект прошел все согласования. У строителей есть техническое заключение до начала строительства. Ну вот вы как человек непосредственно, который охраняет памятники архитектуры, которые занимаются этим? Мы уже делали акт по этому поводу и передали балансосодержателю, чтобы они его приводили в надлежащий вид. Так, здесь вы еще не были, правильно понимаю? Здесь мы были в июне, в мае-июне месяце, по первой жалобе. Были, были. Так, и по первой жалобе, какой результат вы видели трещины, которые пошли по дому? Да, мы рекомендовали жителям сделать независимую судебную экспертизу, чтобы определить урон, причиненный им, и подавать в суд на застройщиках. А сами ли подадят в суд на застройщиках, непосредственно? Мы не можем. Рекомендации больше похожи на насмешки. Значит, для того, чтобы спасти памятник архитектуры, жители должны самостоятельно за свои собственные средства привести комиссию, нанять экспертов и подавать в суд на застройщика, потому что город свои обязанности выполнять не будет. Ненадобно. Гораздо проще разрушить этот дом и после продать землю под застройку новой многоэтажки. Схема нехитрая и действенная. У представителя ГАСКа и застройщика комментариев вообще как бы не нашлось. На месте никаких комментариев нет? Нет, этот дом хорош. Пришедшая комиссия вообще странно осматривала состояние здания. Особенно удивительно звучала сказанная фраза про окна, которых якобы раньше в этом доме не было. А строительные работы прямо в ладу их дому никаким образом не могут мешать жильцам. И вот это они закрывают все. И мы вот это нашел. И вот теперь скажите, если здесь вот будет сейчас стоять полностью девятиэтажка, вот окна, как можно дальше жить? Кухня и спальня. Вы понимаете, мы не можем сейчас сказать, были ли эти окна. Подождите, как бы у людей план квартиры есть? У людей есть планы квартиры. Как это не было окон? Когда покупали квартиру, у нас... Как это, что это построили сейчас? Это все здесь было? И вот такие люди в нашем городе занимаются охраной памятников архитектуры. Что тут можно еще добавить? Земля в центре улетает с молотка. Строительство новых домов приводит к разрушению стоящих по соседству старых. Городские власти отписываются и бездействуют. А застройщик комментариев не дает. И как быть в таких случаях? Люди готовы на крайние меры ради собственных детей. Денис Шацила, Юрий Рух, телекомпания «Круг». Наливайка, расположенная прямо в многоквартирном доме на улице Высоцкого, приносит массу неудобств обычным жильцам. Постоянные крики, драки и собрания маргинальных личностей под окнами их квартир людям уже изрядно надоели. Однако своими силами на ситуацию повлиять местные жители не в состоянии. Жить в доме, где находится дешевая наливайка – весьма сомнительное удовольствие. Антисоциальный элемент, постоянно собирающийся получить свою порцию грамм счастья, порядком надоел жителям на улице Высоцкого, что находится в районе поселка Котовского. Все соседи уже устали от этого. От этого постоянные драки, постоянные выяснения отношений. Постоянно сидят эти люди, постоянно пьяные. Здесь по этой дороге ходят дети в школу, в садик. Они видят вот этот весь разгул алкоголизма, никакой нравственности. Обращались жители куда только могли. И в Управление торговли и развитие потребительского рынка, и в Департамент муниципальной безопасности, и на горячую линию мэра. Результата не было. Представленные ответы просто смешные. Оказывается, что все лицензии на эту будку есть. И такое пишут, что на голову не налазит. И владелицы этого заведения запугивают людей, потому что, когда узнали, что будет приедет телевидение, ни один же лес дома не захотел выйти, потому что она всем угрожает. Парня на первом этаже, который жил, избили, потому что он решил выяснить отношения. Люди не могут здесь жить. Здесь творится полный беспредел. Спать невозможно. У нас окно выходит на эту сторону. Утром на работу. Это тут пьянство и драки, и крики, и маты страшные. Ну, в общем, это очень так достало уже. Наливайка у нас, судя по всему, за то время, которое я здесь живу, она, попросту говоря, неубиваемая. Неубиваемая, потому что не могут с ней никто не справиться. Ни жильцы, ни, судя по ответам органов прокуратуры, внутренних дел, не знаю, что там происходит, но ее закрыть невозможно, судя по всему. Из-за этого у нас постоянно сборища здесь людей, которые постоянно употребляют напитки и не могут без этого уже жить. Из-за этого создается бардак, беспорядок. Иногда даже доходит до поножовщины. При виде камеры продавцы стали отрицать факт разлития спиртных напитков и утверждали, что все лицензии у них имеются. А вот алкоголь по стаканчикам они не разливают, и люди все выдумали. Есть ли у вас документы на продажу разлития спиртных напитков? Мы не разливаем, у нас витрина. Мы на разливе не работаем. Мы только что видели, что мужчина выходил от вас со стаканчиком водки. Со стаканом кофе. Не знаю, со стаканом водки. У него была прозрачная жидкость стакана. Со стаканом, что у нас на витрине здесь ничего нет. Здесь алкоголем воняет за 2 километра. Но я объясняю, вот у нас весь товар. При таком запахе не может быть продажа просто в бутылках. Покажите документы. Вот лицензии на продажу, то, что у нас на витрине. Вы продаете алкоголь на разлив. На разлив мы не продаем. И это зафиксировано на камеру. Как оказалось, документы нам показывать не желали по простой причине. Это были якобы копии, без мокрой печати. Вот наши лицензии. А кто вы такие, чтобы я вам показывала эти лицензии? Я же вам сказал, телеканал Круг. Вот, пожалуйста, снимайте. Значит, послушайте меня. Ну, а мне это ни о чем не говорит. Мне это ни о чем не говорит, понимаете? Покажите хоть какие-нибудь документы на торговлю. Пожалуйста, вот лицензии. Вот, снимите, покажите. Не буду ему показывать снимать. Ну, там нету мокрой печати. Это просто ксерокопия. Так, если вы отказываетесь, значит документов у вас на торговлю нет. Правильно? Вот так, лицензия. Подождите, ну можно помедленнее ее как-то снимать. Без мокрой печати. Это не документ. Это Филькина грамота. Это ксероксы. Это ксероксы. На торговле должны быть оригиналы. Оригиналы должны висеть. Римочка, вы долго будете? Далее пошел диалог с некой Риммочкой, которая должна была подвести документы. Но дождаться нам ее не удалось. На этом, в принципе, наши визиты в данную интересную нулевайку не закончились. Продолжение следует. Денис Шацел, Андрей Терещенко, телеканал Круг. В Одессе впервые отметили День мира. На Потемкинской лестнице в честь 15-летия праздника состоялся флешмоб, в котором приняли участие более 100 одесситов. День отказа от насилия и прекращения огня во всех уголках земли в очень сложное для Украины время приобрел более глубокий смысл. К 15-летнему юбилею Дня мира в Одессе была исполнена молитва за Украину и развернут рушник с названием «Городов Украины». В рамках 18-й миротворческой программы «Золотая осень мира-2017» в Одессе прошел флешмоб юбилей мира. Участники флешмоба подчеркнули, что мир – это главная ценность для любого человека, а курсанты мореходного училища «Маринеска» выстроили слово «Мир» на Потемкинской лестнице, что стало символом впервые проведенного в Одессе флешмоба. Совсем глупо «Маринита», «Киановика» и мы пришли сделать добро для всех. Целью флешмоба является расширение представлений украинцев о мире как абсолютной ценности, формирование образа мира как образа жизни в Украине, обучение сотрудничеству и диалогу на уровне взаимодействия людей, представляющих различные национальные группы и культуры стран. В одесском флешмобе приняли участие не только одесситы, а также ряд делегаций из других городов. «И нынешний флешмоб, день Великого праздника Рождества Пресвятой Богородицы, во Всемирный день мира, еще и еще раз подтверждает, мы не просто можем защитить мир, мы не просто можем молиться о мире. Мир – это реальность, которая придет к тому, кто просит о нем Бога». Современное общество страдает от межнациональных конфликтов, войн, терактов и экологических бедствий. Этот день создан для того, чтобы объединить человечество для разрешения этих проблем. В Украине антитеррористическая операция продолжается с 2014 года. Хочется верить, что в скором времени голубь мира принесет настоящий мир и благополучие в Украину. По улице слона водили. Вернее, слониху по имени Майя. Появление экзотического животного на городских улицах вызывало у одесситов бурю положительных эмоций. Сама же слониха при этом сохраняла удивительное спокойствие. О необычной прогулке по Одессе подробнее в нашем сюжете. Уж чего-чего, а такого жители города еще не видели. Слониха спокойно гуляет от улицы Садовой до Торговой и обратно. Немного мешает транспортному движению, но все счастливы и довольны. Одесситы вовсю фотографируют и снимают на видео гуляющее животное. Чья слониха, спросите вы? Наша, одесская, цирковая. Рядом с животным гуляет дрессировщик, который следит за всеми его передвижениями. В Одесском государственном цирке стартует новая программа под названием «Слоны и сильные люди». Программа очень уникальная, очень разнообразная. У нас приехало несколько трюков мировой величины. И самое главное, конечно, приехала слониха Майя. Слониха Майя весит 5 тонн, умеет ходить на задних лапах и делает разные трюки. Также в программе цирка представлены несколько уникальных мировых номеров. В шоу работает 29-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, Фахреддин Ахназаров, который, один из его рекордов, он тащил зубами 8 грузовиков. Также у нас работает знаменитый Туйчи Хан, человек, который повторяет трюки Гарри Гудини. Вы увидите в его исполнении трюк «Освобождение под водой». В новой программе цирка зрители также обещают удивить уникальным смертельным «Но». Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Все вам наилучшего и до встречи в эфире. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 22 сентября в Одессе ожидается пасмурно, дождь, гроза, град. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 17, днем от 18 до 20 градусов тепла. Температура морской воды 19-20 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok